О том, как Иисус послал своих учеников перед торжественным, славным въездом в Иерусалим. Он послал своих учеников, и Он сказал своим ученикам, что «Пойдите в селение, которое находится напротив. Там вы найдете привязанного осленка, отвязав, приведите его ко мне». Дальше Он говорит, если спросит кто-то из вас, скажите, он надобен Господу и так далее, и так далее. Знаете, я хочу обратить наше с вами внимание сегодня на одну интересную деталь. Смотрите, вот здесь сегодня, как будто на сцене, находится Иисус, и мы, вот мы это Его ученики. И есть те, кто находится напротив. Знаете, мы часто думаем, что это речь идет о людях, которые не верующих, но ведь так же и в церкви. Смотрите, есть те, кто сидят на сцене, и те, кто находится напротив. Иисус говорит, пойдите и отвяжите этого осленка, и приведите его ко мне. Если спросят, скажи, он надобен Господу. Вы знаете, друзья, я очень часто замечаю, что мы, как верующие, мы, как эти привязанные ослята. Мы живем своей жизнью, которая нас привязала, и возле этого забора напротив Христа мы сидим. Мы его видим, мы наблюдаем. Вон Христос. Мы говорим, туда пошел, туда пошел. Мы его видим, мы наблюдаем. Но Христос ведь хочет, чтобы мы ходили вместе с Ним, вы понимаете? Его цель, его стремление, устремление его сердца, чтобы каждый из нас, мы ходили вместе с Ним. И заметьте, он не сказал, пойдите, отвяжите осленка и отпустите его, пусть гуляет на лугах. Нет. Он говорит, пойдите. Богдан, надо переводить, пожалуйста, Алексу. Спасибо. Он говорит, пойдите, отвяжите этого осленка и приведите его к кому? К Иисусу. Он говорит, приведите его ко мне. Спросят, зачем? Он говорит, скажите, что он нужен Богу. Я хочу вам сказать, друзья, сегодня точно так же, жизнь каждого из нас с вами, она нужна Богу. То есть Бог собирается что-то с этой жизнью сделать. Если вы читали эту историю дальше, вы знаете, что Иисус взял этого осленка, он въезжал в Иерусалим. И знаете, под чьи ноги постилали одежды? Не под ноги Христа, а под ноги осленка. Друзья, жизнь с Богом, она может быть славной, но только тогда, когда вы позволите Богу отвязать нашу с вами жизнь. Знаете, я сегодня размышляю об этом месте из Писания. Я вдруг, знаете, для себя так понял, что многие верующие часто, мы забываем ведь, почему мы приходим в церковь. А я хочу вам сказать, церковь, друзья, это место, где, к сожалению, неделя за неделей, некоторых из нас с вами приходится отвязывать. Отвязывать от вещах, к которым мы привязались в течение недели. Мы привязываемся к своей семье, привязались. Знаете, как этот осленок, ну простите, простите, пример, это же не я, Библия, пример, да? Вы же знаете, да, чем известие осленок? Он же упрямый. Когда ты его пытаешься везти туда, куда ему надо, он что? Упирается. Он не хочет туда идти. И Иисус, смотрите, Он говорит, Он делает самое неблагодарное дело. Он говорит своим ученикам, Он говорит, Аня, пойди и отвяжи их, и приведи их ко Мне. Я представляю себе, я представляю картину, как Аня говорит, пастор, вы что не знаете? Я же им скажу пойти, они же будут упираться. Но Иисус говорит, скажи им, Он, этот осленок, надобен Господу. Он нужен Богу. Я хочу сегодня сказать, друзья, сегодня жизнь каждого из нас, она нужна Богу. Может быть, кто-то из вас, вы думаете, да, ну, зачем моя жизнь Богу? Я не вот этот вот, я же не пастор. Вы не пастор. Знаете, я не считаю себя пастором, если честно. Это просто функция, которую я выполняю. Знаете, с чего начинается, например, мое пасторство? С чего начинается мое христианство? С того, что я отдаю себе отчет, что моя жизнь нужна Богу. Не потому, что она такая классная, а просто потому, что она нужна. Просто потому, что она нужна. Поверьте, если бы кого-то из нас с вами сегодня, сосед, назвал ослом, я не уверен, что у вас родилась бы сильная мотивация что-то сделать. Но Иисус приводит именно этот пример. Он говорит, я даже могу взять, Бог может взять даже упрямого осленка. И знаете, что сделать? Он может использовать его. Он может, потому что его нужна, его жизнь надобна Господу. Я хочу сказать, друзья, мы приходим в церковь для того, чтобы раз за разом Бог, Дух Святой через пастора, через братьев, сестер, через само служение, Он напоминал нам о том, что наша жизнь надобна Господу. Скажите сейчас самому себе просто, моя жизнь нужна Господу. Я себе это говорю всегда, я говорю, моя жизнь нужна Господу. Знаете, я смотрю в эти дни на верующих иногда, и я позавчера имел общение, вчера точнее, простите, имел общение с одной сестрой, верующей, они из нашей церкви совсем вообще, из другой страны. И так, знаете, она так аккуратно, так подводит, говорит, что слушай, говорит, есть люди, она удивилась, она присутствовала при смерти, вот буквально смерти от старости одной женщины, которая была христианкой. И она говорит, за неделю, она позвала меня, за неделю до смерти, она позвалась, буду отходить к Господу, скорее всего. Не болезнь, просто старая уже. И она говорит, я чувствую это. И она раздала все свои драгоценности, говорит, это тому, это тому, это тому. И она говорит, меня удивило больше всего, что эта женщина последнюю эту неделю провелась в радости. Говорит, она радовалась. И она говорит, я, меня честно, это привело в небольшое смятение, потому что, говорит, ну как, ты же умираешь. Говорит, я не хочу умирать. И я просто сегодня хочу сказать каждому из вас, друзья, нам есть смысл задуматься, в чем смысл нашего и суть нашего христианства. Ведь вся суть, знаете, в чем? В том, чтобы однажды встретиться с нашим Господом и быть с Ним в вечности. Разве не так? Разве это не так? Поэтому, друзья, я знаю, почему иногда мы боимся. Мы боимся, потому что мы как те привязанные ослиата. Раз за разом мы видим, наблюдаем за Христа, но мы находимся в селении напротив, через дорогу от Него. А надо, друзья, перейти и позволить Богу перевести нас через эту дорогу и вместе с Ним ходить дальше уже и позволить нашей жизни быть использованы им. Аминь. Аминь. Знаете, я хочу, у меня есть на сердце сегодня такое, я хочу продолжать говорить о прославлении, но сегодня несколько необычное будет слово прославлении. И я верю, я не знаю почему, знаете, не всегда бывает такое ожидание, но у меня есть такое ожидание, что если сегодня действительно вы позволите своему сердцу, знаете, позволите просто своему сердцу, просто позволите своему сердцу быть увлеченным Богом, я верю, что Дух Святой может прикоснуться к вам так, как Он никогда к вам не прикасался. По-особенному, может быть, кто знает, может быть, после этого однажды ваша жизнь, она что-то с ней произойдет. Я расскажу вам одну историю, когда-то давно еще, давно лет, может быть, 20 назад, я был на служении в церкви, и пастор там на служении в церкви, он как-то, было такое у него побуждение, и он позвал, говорит, если кто-то из вас чувствует, что вы хотите своей жизнью, позволить своей жизнью прикоснуться к множеству людей, чтобы Бог использовал, может быть, десятки тысяч, может, сотни, может, миллионы, выходите сюда, я буду молиться за вас. И я помню этот момент, знаете, я стою, вот там вот, как где-то вы сидите в зале, я стою, и я думаю, выходить или не выходить? И знаете, вот такой простой человеческий вопрос, ну, как бы, сам с собой рассуждаю, выходить или нет? И вдруг в этот момент, знаете, мне позволил Бог увидеть себя немножечко со стороны. И что я увидел? Я увидел человека, который не позволяет Богу сделать то, что Бог хочет сделать. И я еще раз говорю, я понимаю, что это каждый из нас с вами на самом деле. Знаете, если я задам вопрос сегодня, так, не надо отвечать, это риторический вопрос. Задайте себе этот вопрос. Есть ли какие-то вещи, о которых вы сожалеете в жизни, что вы не сделали тогда, когда вы должны были это сделать, или что вы могли это сделать, но вы не делали этого? Я уверен, у каждого из нас есть такие вещи. Так вот, я хочу сказать, одна из вещей, друзья, которая будет за вами следовать по пятам, годами, а то и десятилетиями, это тот факт, что однажды вы не позволили Богу увлечь вас за собой. Увлечь вашу жизнь, увлечь ваше сердце за Ним. Позволить написать свою историю с Ним. Знаете, я разговариваю с этой сестрой, я ей сказал, говорю, ты знаешь, оглядываясь назад, говорю, я абсолютно ни о чем не жалею. Я говорю, вообще ни о чем не жалею. Почему? Потому что, говорю, есть много вещей, которые могли бы быть в моей жизни, но их никогда не было, и я говорю, скорее всего, их и не будет. Говорит, почему вы говорите, может быть, будет? Я говорю, да, скорее всего, не будет. Говорю, они мне неинтересны. Знаете, почему? Потому что, когда ты следуешь за Богом, есть вещи, которые у тебя будут, есть вещи, которые сам Бог будет ограждать тебя от которых, чтобы у тебя их не было, потому что они могут тебе мешать следовать за Ним. Вот и все. Он просто так сделает, он так хочет, Но это его мудрость, так надо сделать, так надо сделать, так необходимо сделать, чтобы ты мог следовать за Ним. Я хочу вам сказать, друзья, возможно, сегодня, может быть, во время этой проповеди кто-то из вас, вы просто примете решение действительно последовать за Христом. Тема проповеди непростая, ну прям, ну очень непростая. Ну просто вот вы постарайтесь включить немножко свое, как бы, воображение для того, чтобы попробовать, понять и представить себе, о чем идет речь. Тема проповеди звучит сегодня следующим образом. Прославленный на кресте. Прославленный на кресте. Я абсолютно уверен, что многие из вас, вы сталкивались с таким парадоксальным явлением. Когда ты смотришь на человека, который является христианином, и ты понимаешь, что как христианин, он верит в что-то. Ну вот все христиане, правда, верят во что-то. Но когда ты сталкиваешься с его жизнью и действиями его жизни, ты вдруг понимаешь, что то, во что он верит, и то, что он делает, это две разные вещи. Кто-нибудь замечал такое странное парадоксальное явление когда-то? Я, знаете, я абсолютно убежден, что мы все позитивно настроены, достаточно позитивно, не скептически настроены в отношении самих себя. Нам кажется, что, ну, все нормально, вроде как бы неплохо, вроде бы все хорошо. Но, послушайте, достаточно выйти замуж или жениться, и вы поймете, что не все так прям уж розово и прекрасно. Я еще раз повторюсь, как так происходит, ну, почему так бывает, почему происходит такая странная причина, когда ты, вот, ты представляешь себя одним, а по факту на самом деле ты другой. Почему, знаете, вот, я даже знаю, неверующие люди есть, знаете, с неверующими людьми там все гораздо проще, они не сильно много от себя ожидают, правда? Ну, что там от себя ожидать? Вот, знаете, я помню когда-то, давно, я не знаю, у меня такая-то картинка в голове где-то сложилась, я помню, я был в садике, в детском саду, здесь, на метро Левобережное. И вот эта картинка такая, знаете, у детей, у вас бывают детские картинки, которые так в сердце, как печать в мозгу, бывает такое у вас? У кого картинки из детства? Вот, я помню, у меня одна из картинка из детства, как женщины, которые работали в столовой, там, на кухне, в садике, они вот такими торбами тянут домой продукты. И знаете, это же, представьте себе, что происходит в сердце у такого человека. Дети, это же самое святое, правда? Когда ты видишь ребеночка, он ударил ногу, разбил коленку, кровь течет, Боже мой, все плачут. Я уверен, друзья, они не стоят эти торбы и плакали. Они плакали, потому что, ну, как же так забрать у ребеночка-то? Плакали, но не сви. И знаете, я думаю, что многие верующие вот точно так же, знаете, он сожалеет о том, что он так живет, но он так живет. Он сожалеет об этом, но так живет. Знаете, есть множество разных интерпретаций вот этого состояния. Кто-то говорит, знаете, грешу и каюсь, каюсь и снова грешу. Помните, апостол Павел говорил, доброе, чего хочу делать? Не делаю. Плохое, чего не хочу делать? Делаю. Знаете, есть множество, еще раз говорю, множество разных интерпретаций вот этого состояния. Знаете, когда ты разговариваешь, брат, ну где ж ты пропал, что ж ты на служение приходишь? Пастор. Хочу, но не могу. Я буду завтра на служении? Нету, почему? Ну, так получилось. Да я все знаю, я знаю, что вот именно так надо, но поступаю я по-другому. И знаете, я понимаю, что вот это состояние, оно такое, оно пограничное на самом деле. Знаете, что такое пограничное состояние? Это состояние вот такое, вот когда ты стоишь, находишься в парочке сантиметров или миллиметров от того, чтобы так, знаете, так, о, поступился и туда, и ты упал. И иногда раз за разом мы падаем туда в это состояние. И знаете, я верю, что сегодня Господь, может быть, Он кому-то хочет служить и, может быть, действительно хочет изменить вашу жизнь. Потому что, еще раз повторяюсь, друзья, возможно, вы знаете это состояние, возможно, оно вам знакомо. Может быть, оно пока вам не знакомо, пока вам кажется, что вы такой, опа, на коне. Вы Джеймс Бонд, который, знаете, выходит из моря и весь мир падает у его ног. Я хочу вас немножечко, возможно, опечалить. Возможно, немножечко опечалить. Однажды может незаметно для нас с вами произойти именно тот момент, когда мы можем с вами не заметить, как эти два сантиметра, оп, и мы упали. Знаете, это тонкая граница. И вот я хочу сегодня прочитать вам одну интересную историю. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 19 по 20 стихи. Это история, которая произошла с Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 19 по 20 стихи. Можно вывести на экран, пожалуйста? Попробуем, да? Ладно, давайте. Это история распятия Иисуса Христа. Пилат же написал и надпись поставил на кресте. Написано было, Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Знаете, скажу вам так, друзья, по обычаям, римским обычаям, когда распинали человека, вы же понимаете, что его распинали за какие-то грехи, за какие-то преступления, понятно? То есть человек что-то сделал. Просто так же не отправляли на крест, что-то он сделал. Так вот, для того, чтобы все понимали, что римское право, оно правильное, оно несправедливое, что делали? Когда распинали человека, над ним вешали табличку, что сделал этот человек. То есть за какое преступление он распят. Но смотрите, какая интересная вещь. Еще раз, можно 19, смотрите. Пилат же написал и надпись поставил на кресте. И надпись какая была, смотрите, в чем суть его преступления состояла? Иисус Назарей, царь иудейский. Друзья, скажите мне, в чем здесь преступление? Его спрашивал Пилат, ты царь? Он говорит, ты сказал. Ирод говорит, ты сделаешь себя царем? Он говорит, ну это ты так говоришь. Люди провозглашали, кто читал Библию, они кричали, ты царь или давай царем станем? Он говорит, вы не знаете, чего вы хотите, вы не понимаете. Он ушел от них, он уклонился от них. Мы нигде не видим, что Иисус, мы нигде не видим, что Иисус сам, он добился или он подвел себя к тому, чтобы это стало преступлением. Друзья, тогда вопрос, возникает у меня вопрос. Что происходило или что произошло? Почему именно эта надпись? Можно 20 стих? Обратите внимание на 20 стих, потому что здесь в 20 стихе вы сейчас поймете, что Бог как раз таки показывает нам и рассказывает то, что необходимо. Почему он все это допустил? Почему именно эта надпись была? Почему она была и для чего она была, самое главное? Смотрите, эту надпись читали, скажите, сколько людей? Многие из иудеев. Потому что место, где был распят специально, недалеко от города, кто знает, это Голгофа, лобное место. Это место казни, которое было видно из любой точки города. То есть буквально любая точка города, посмотришь и ты видишь это место. И надпись эта была на скольких языках? На трех. Чтобы ее могли читать те, кто читает по-еврейски, те, кто читает по-гречески, приезжие, потому что это был язык, который объединял все эти территории. И также по-римски, те, которые находятся, римляне, которые находятся там. Друзья, скажите мне честно, вот сейчас только подумайте, что в этой надписи, чего больше в этой надписи, преступление или чего-то другого? Чего? Возвышение. Возвеличение. Прославление. Послушайте, еще раз. Бог, Отец Небесный, допустил, чтобы Иисус пошел на крест? Чей это был план? Отца. Он допускает, чтобы Он шел на крест. И там, на кресте, кульминация, мы часто думаем, кульминация, то, что Он умер. И это действительно так. Но смотрите, вы же знаете, если вы прочтете всех Евангелиях, есть это место из Писания, во всех четырех Евангелиях. Если оно есть во всех четырех Евангелиях, значит, что-то есть значимое в этой надписи. Я хочу вернуть нас, друзья, на пару глав Евангелия Теана назад, для того, чтобы мы прочитали одну интересную фразу, которую сказал Сам Небесный Отец, и написано, все ее слышали, после того, как Иисус молился Ему. Евангелие Теана, 12 глава, 28 стих. Написаны следующие слова. Отче, обращается Иисус к нему, прославь имя Твое. Тогда пришел глаз с неба и сказал, прославил и еще прославлю. Друзья, это несколько глав до момента распятия. Буквально пару глав до момента распятия. До главы, в которой мы читаем о распятии Иисуса Христа. О каком прославлении? Друзья, смотрите, Иисус Христос родился уже, это было чудо. Бог спас его, увел в Египет, и он его спас от всего. Служение Иисуса Христа, мы видим уже чудо в Кане Галилейской. Мы видим множество людей, которые воскресли. Мы видим воскрешение Лазаря, который воскрес из мертвых. Несколько дней находился во гробе. Это невозможно было. Кто из вас скажет мне, друзья, к этому моменту Христос в Иерусалиме, как к нему относились люди? В Иудее, в Израиле. Как его воспринимали люди уже? Одни говорили, это величайший из пророков. Другие говорили, это вообще Иоанн Креститель. Друзья, репутация Иисуса Христа в Израиле в этот момент, в это время истории, она на такой высоте, это даже не 73%, друзья, на выборах. Это даже не 73% на выборах. Мы читаем, что толпы людей, множество людей, тысячи людей. Кто мне напомнит, сколько людей Иисус накормил только на горе, там возле берега? Пять тысяч. В другом моменте мы читаем, тысячи людей следовали за Ним. Вы понимаете, какое у Него было прославление? И смотрите, что здесь говорит Бог? Он говорит, прославил уже. Я уже тебя прославил. То есть уже прославление, возвеличение, известность, значимость, все остальное, все, что только мы можем сказать о прославлении и подумать, уже, Он говорит, у тебя есть. И дальше, Он говорит, самое ключевое, Он говорит, и еще я тебя прославлю. О каком прославлении идет речь? Я хочу вам сказать, друзья, речь идет о прославлении именно вот на той самой табличке на кресте. Именно в этой табличке, друзья, именно там заключается все самое главное и самое значимое. Смотрите, что означала эта табличка. Давайте немножечко я вам расскажу такую, ну, скажем, с точки зрения истории. Кто не знает, в это время был Израиль, древний Израиль, и он был оккупирован Римской империей. Но Израиль это очень интересное государство. С ним можно воевать, как с украинцами, знаете, до последнего украинца. До последнего еврея ты будешь воевать. Они никогда не сдаются. Они в принципе не сдаются, вы понимаете? У них государство Израиль, кто не знает, друзья, до 46-го или какого, 47-го года, уже несколько тысяч лет не было этого государства. Ну, пару тысяч лет его уже не было, уже все. Его покорили, его уничтожили, их разогнали. И знаете, что сделали? В начале 20-го века евреи начали скупать, богатые евреи начали скупать палестинские территории. Кому-то не знает в истории, как произошло появление государства Израиль в 46-м году. Богатые евреи начали скупать территории Палестины, принадлежащие. Они приходили к арабу и говорят, что продай мне свой участок. Он тогда не вопрос, сколько дашь? Он говорит, я тебе его столько. А он говорит, сколько ты хочешь? Он говорит, 10 тысяч, а я тебе 15 дам. И они начали скупать, скупать, скупать. Они скупили множество территорий, а потом говорят, а теперь это Израиль. Мы восстанавливаем Израиль. Смотрите, какие реваншисты. Тысячу лет уже государства нету, а они все, они где-то в рассеянии, как цыгане. И они все время думают и думают. Вы их не можете победить. Их невозможно победить, друзья. Невозможно победить этих людей, вы понимаете? Их нищета. Гитлер кого ненавидел больше всего? Евреев. Кого он убивал больше всего в концлагерях? Евреев. Кто победил? Евреи. Вы понимаете, друзья, они побеждают всегда и везде. И вот смотрите, Римская империя пришла, и Римская империя это очень быстро просекла. Она очень быстро это поняла. Говорит, не надо побеждать евреев. Не надо их побеждать. Он говорит, оставим им их царя. И они оставили им царя. Кто помнит, как звали царя? Ирод, да? Которому Иисуса привели. И вот смотрите, римские территории захватывают, извините, израильские территории захвачены Римом. Они понимают, что пускай у них будет свой царь. И здесь появляется Иисус Христос. Скажите мне, пожалуйста, кто вот эту надпись, мы читаем, можно вернуть 19 глава, 19 стих? Смотрите, кто написал эту надпись на кресте? Пилат. Пилат это руководитель военной администрации, римской военной администрации над всем Израилем. И что он пишет? Он пишет, если вы не знаете, друзья, если вы помните историю, когда Иисуса привели к Пилату, он, знаете, такой думает, дайте разбираться. И он говорит, они считали израильтян, римляне считали израильтян вторым сортом. Он говорит, пусть ведут к Ироду, пускай Ирод разбирается. Я не хочу даже этим заниматься, мне это неинтересно. Смотрите, он, Пилат, он не считал Ирода даже достойным своего внимания. Он не позвонил ему, он сам не пришел. Говорит, просто слугам отведите его к Ироду, пусть Ирод занимается. Вы понимаете, какое пренебрежение было? К Ироду, царю, законному царю Израиля. Представляете, да? Теперь, внимание, кто пишет эту надпись? Пилат, римский прокуратор. Он сам пишет. Знаете, что надписью он говорит? Он говорит, что я, римлянин, который должен презрительно относиться к израильтянам, я считаю, что этот человек достойен того, чтобы я назвал его царем. Он говорит, я считаю его достойным. Как вы думаете, в этот момент, что сделал Понтий Пилат в отношении Ирода, законного царя? Он его унизил. То есть, смотрите, что интересно происходит. Царь Ирод унижен, царь иудейский. Понтий Пилат сам говорит, я считаю этого человека царем. Я поэтому и пишу, что он царь. Скажите мне, что мы видим в этом действии, в этой табличке? Разве не прославление? Разве не возвеличение? Разве не возвышение того, кто находится на этом кресте? Обратите внимание, друзья, что то, что происходит, весь... Скажите мне, Иисус висит на кресте. Кто находится у ног Его? Все люди. Даже те, которые Его ненавидят, они у Его ног находятся. Они думали, что они подняли Христа на крест, и там они Его позорно уничтожают. Нет, они находятся у Его ног. Они находятся у Его ног. Скажите мне, кто важнее? Тот, кто стоит, или тот, кто находится у Его ног? Тот, кто стоит. Смотрите, что делает Бог? Он сказал, помните, 12 главе, он говорит, я прославил тебя уже, но я хочу еще прославить тебя. Тема проповеди, если напомню вам, друзья, кто забыл, прославленный на кресте. И это очень важно и очень значимо. Сейчас я хочу соединить то, с чего я начал. Так почему же в жизни мы иногда вот так вот хочу и не делаю, делаю и хочу, и не делать, а все равно делаю? Почему так получается, друзья? Я отвечу вам один простой, очень-очень простой, но простым объяснением. Что сделал Иисус Христ, что сделал Отец Небесный с Иисусом Христом на кресте? Многие, как ни странно, пытаются найти свои собственные тайные смыслы в позорной смерти Иисуса на Христе. И в большинстве случаев эти причины, которые мы находим, они больше связаны с нашими нуждами и потребностями. Кто из вас хотя бы раз говорил и так хвалился этим? Иисус умер на кресте, чтобы я исцелился. Иисус умер на кресте, чтобы я обогатился. Давайте зададим себе вопрос, для чего Отец Небесный его туда послал? Вы удивитесь, но Он послал его туда для того, чтобы его прославить. Смотрите, если бы Иисус умер, когда Ирод убивал всех младенцев, убил бы Иисуса, скажите мне, это была бы прославленная смерть или нет? О нем никто не знает, он бы просто был один из тысяч младенцев, которых убили. Если бы где-то в тайне Его убил, вы помните, написано, хотели побить Иисуса камнями, уже известность какая-то есть, но еще не та известность. Что сделал Иисус? Написано, Он прошел между ними и ушел, и ничего Ему не повредило. Помните, в другом месте Ему говорят, ты придешь, если на праздник тебя убьют, что сделал Иисус? Он не пошел на этот праздник. Смотрите, Он вроде бы как хранит себя от смерти. Здесь же мы видим, что Иисус приходит добровольно на эту смерть. Он знает в Гефсиманском саду, когда молится, что сейчас придут, что сейчас придет Иуда. Иуда его предал. Он знает, что его сейчас возьмут. Он знает, что вот уже смерть близко. Он смертельный, Он говорит, душа моя скорбит смертельно. Близится мой час. Он знает, что этот час близится. Но Он ради этого часа все и было. Почему? Потому что на кресте самое главное предназначение креста и Иисуса Христа, чтобы вознести Его над абсолютно всем. Над всем, чтобы Он был вознесенный. И возникает логичный вопрос, а зачем? Зачем нужно прославлять Иисуса Христа? Зачем нужно возносить Его подобным образом? Зачем Его поднять нужно? У меня вопрос есть для тех, кто немножечко знаком с физикой. Скажите, пожалуйста, в чистом поле молния бьет куда? В самое высокое место, правда? На фронте снайпер кого сносит? Того, кто сидит в окопе, там ниже линии окопа, или того, кто высовывает свою голову? Того, кто выше. Вы понимаете, что сделал Бог? Бог поднял Иисуса Христа, и именно поэтому, именно благодаря этому, на Него легли, на Него, только на Него одного лег весь позор. Все, весь грех, вся боль, весь ужас этого мира лег именно на Его плечи, друзья. Но ради одной цели. Знаете, какой? И, к сожалению, повторюсь еще раз, к сожалению, многие верующие, мы проходим мимо этой цели, мы не замечаем. Мы себе что-то рассказываем, мы себе цитируем местописание, но мы так и не понимаем одной простой вещи. Что это нужно было, знаете, для чего? Чтобы, в первую очередь, выше всего в нашей жизни, выше семьи, выше обстоятельств, выше твоих проблем, выше твоих амбиций, выше твоих желаний, чтобы был именно Иисус Христос. Знаете, я помню, я не знаю, у нас в репцентре сейчас так или не так, говорят или нет, но я помню свою бытность как-то. Время я тоже работал там с репцентром, и был один принцип, говорит, когда вот репцентр, ребята приходят в церковь, их научили, говорят, знаете, как нужно смотреть на сестру? Пастор Свет, идите, можно на секунду? Знаете, вот, на сестру нужно смотреть вот так, рисуйте себя выше плечей, вот так прямоугольник, и ниже, вот этой ниже, не опускайте в свой взгляд. Вот так смотрите, и все, ниже не опускайте в свой взгляд. Знаете почему? Не надо никому объяснять. просто вот так нарисовал себе линию все ведь ниже этой линии взгляд не опускаешь смотри вверх куда хочешь глаза на все ниже не опускай даже почему друзья потому что когда человек который прошел проблему зависимости скажем он опускает свой взгляд ниже он кроме того о чем он думает начинает добавлять к этим мыслям что не то что надо у него начинают мысли путаться смешиваться он начинает вдруг все его сносит я помню как-то пастор его на говорю пастор иван давай может быть как-то говорю возьмем группу прославления при центре приедем помнишь по стране пастор не надо пока не надо потому что друзья я уверен вам друзья что глаза могут опуститься ниже но они могут опуститься ниже и знаете в чем друзья почему бог поднял христа выше всего чтобы внимание чтобы мы в первую очередь чтобы единственное на кого мы смотрели мы смотрели на него для чего друзья слушайте чтобы научиться смотреть на обстоятельства своей жизни через крест христа кто-нибудь из вас когда-нибудь вы принимали по-настоящему причастие если вы действительно когда-нибудь принимали по-настоящему с открытым сердцем искренне причастие я скажу вам так друзья это самый болезненный момент христианского и христианской веры почему потому что в этот момент если ты действительно по-настоящему хочешь принимать причастие тебе придется умереть тысячи смертей тебе этого гада который не уступил тебе место в дверях и ты помнишь об этом уже второй год тебе надо его простить а простить его не можешь сок сегодня какой вкусно а матца свежая хрустит это не то потому что ты не можешь просить невозможно простить человека если не посмотреть на этого человека через крест христа то есть буквально все остальное в твоей жизни должно опуститься ниже линии иисуса христа опуститься и ты не должен смотреть в этот момент ниже вот этой линии христа понимаете ты не должен свои ты должен забыть об этом обо всем его не существует его нету его нет она умерла она в прошлом и тогда ты можешь принимать причастие достойно его нету ты не можешь вот почему бога я еще прославлю тебя мне нужно прославить тебя мне нужно вы думаете иисусу христу было комфортно эмоционально висеть на окно на 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 обозрении всего города извините он висел без набедренной повязки даже он весь истерзанный извините на его гениталии были полностью залиты кровью возможно отбиты даже со это позорная смерть но бог говорит мне нужно это сделать чтобы мои дети чтобы те которые примут тебя в будущем они смотрели на эту жизнь через твой крест знаете однажды я помню у меня был момент был один человек который достал ну неприятнейшие знаете моменты и бывает такой человек который найти хоть и верующий хоть и добрый надо хочешь сказать господи чтоб ты сдох нужен один я помог да здесь неверующий вы конечно вы же так не говорите никогда вы же не молитесь об этом мир вам да знаете как у нас раньше в девяностом пятом году я помню я покаялся было брат да будь ты благословен да будь ты сам благословен кстати столько добра и любви в этом в этой фразе прямо пышет она и и вот в этот момент знаете для чего бог поднял это христа чтобы ты посмотрел на своего врага через призму христа я помню я молюсь об этой ситуации я чувствую дух святой мне просто в сердце говорит андрей посмотри на мой крест и вообще не понимаю к чему это знаете вот внутри у тебя такое смешанное такое смутную смутная немножко состоянии вообще не понимаю зачем это надо мне она зачем надо я же верю в иисуса и посмотри я смотрю на этот крест и тогда еще не было этого фильма страсти христовы не было такой визуализации знаете картинки но мне иногда не надо найти у людей бывает иногда мы сами себе нарисуем кто кто рисует себе вы там утюг не помните включили или не выключили да знаете кто потом возвращается фотографирует чтобы его выключили чтобы себе потом на дороге напомнишь его выключить воображение нам рисуют нормально и вот это воображение знаете вдруг я понимаю что на кресте вот он истерзанная потом кстати вы знаете я когда смотрел фильм страсти Христовы, я вспомнил эту историю, потому что примерно так я его и видел. Глаз этот, знаете, мужчины кому-то били когда-то в глаз? Вы знаете, да, что на следующий день? И так, знаете, такой, опа, и ты как китайец, такой, и ты перестаешь видеть что-то. Или когда в нос дали, два глаза так. Ты перестаешь видеть. Я вот представлял себе, на этот Иисус Христос на кресте висит. И знаете, что Дух Святой в этот момент мне говорит? Разве тебе недостаточно, что я пострадал вот так? Ты по-прежнему хочешь, есть такое красивое слово, сатисфакция. Кто знает, что оно значит? Возмездие? Тебе недостаточно? Разве тебе недостаточно этого? Я признаюсь вам, знаете, в одной вещи, наверное, это правда, ну, признаюсь честно. Я знаю, что сейчас это может быть, кто-то меня будет за это ненавидеть, осуждать. Мне, честно, вообще все равно. Это не мои проблемы, это ваши проблемы. Друзья, однажды закончится война. Я верю, что Украина победит в ней. Но вы знаете, что нам предстоит однажды, однажды каждому из нас с вами, нам предстоит столкнуться с людьми, которые проживают на территории северного соседа. Вам предстоит это сделать. Я признаюсь честно, я боюсь сейчас этого. Я боюсь. Поправьте, по-человечески. Я жене неоднократно говорил. Я говорю, если когда-нибудь, кто-нибудь бы из тех людей, вот он скажет, я хочу приехать к вам в церковь, я говорю, без проблем, без вопросов. Мы едем с тобой на северное кладбище, на Байковое кладбище. Ты становишься на колене и проходишь мимо каждой могилы. Одну он ряд, второй. Потом мы едем с тобой на Лучаковское кладбище. Потом едем на это кладбище, на это. А потом ты приходишь в церковь. Ты проходишь вот там тоже на коленках, проползаешь сюда. Я себе так это представляю. Пока. Пока я так себе это представляю. Ты выходишь сюда на сцену, на коленках и говоришь всю проповедь свою. Ты говоришь о том, что ты просишь прощения за это. За это. Что ты молчал, что ты не сказал. Что ты одобрял. Что ты просто не был против. Что ты не кричал. Что ты не вылазил на крышу и не кричал, что ты против этого. И пока, еще раз повторюсь, пока я себе это представляю. Но знаете, что происходит, когда я молюсь? Да, я молюсь за Путина. И да, я молюсь за Россию. Но пока у меня очень тяжело это получается. Пока эта молитва доходит, знаете, до какого уровня? она не опускается, но она не может опуститься ниже этого квадрата. Я смотрю на крест и я говорю, у меня внутри, вот признаюсь, у меня борьба. У меня борьба внутри, в которой я с одной стороны, я, а с другой стороны, говорит, разве тебе этого недостаточно? Я не знаю пока как быть. И честно признаюсь, я не знаю. У меня эта борьба происходит. Я не знаю, как вы. Возможно, у вас это вообще так легко. Может быть, я не знаю. Может, я не такой духовный, как вы пока. Но я знаю, что, друзья, пока мне это тяжело. Но знаете, что мне помогает? Я смотрю через этот крест. Я смотрю. Если убрать этот крест, оу, да мы правы. Повбываты всех. На геляку и нормально. Да. И мы правы. Но если из этой толпы, друзья, поднимается крест, и ты видишь Иисуса на этом кресте, который висит, который прославленный на кресте, вы понимаете, друзья? Я не знаю, как вы, но я, как бы объяснить вам. Саня, иди сюда. Вот смотрите, друзья, смотрите. Вот предположим, что как... Стань, пожалуйста, лицом ко мне. Да, спиной специально. Вот так вот ставь. Вот представьте, Иисус висит на кресте. Вы понимаете, что если кто-то из вас, например, обидел меня или сделал плохо в отношении меня, мне, если я хочу быть христианином, если я вижу себя, считаю христианином, видите, его руки, я специально так делаю, они мне закрывают вас. Они мне закрывают вас. Вы понимаете, что он поднялся настолько высоко, и он настолько высоко должен быть в нашей жизни, что если я хочу подойти к тебе, мне нужно пройти через его крест. Для этого мне нужно соприкоснуться с ним, посмотреть ему в глаза, сердцем соприкоснуться с его сердцем. Вы понимаете, друзья, что это ж... Если вы нормальный, адекватный, психический человек, это невозможно. Невозможно, если ты проходишь сквозь этот крест, смотришь через этот крест на людей. Вы понимаете, что ты не можешь ненавидеть людей, сплетничать о них. Вы понимаете или нет? Если такое происходит в жизни христианина, знаете, что это такое? Это человек, который живет, рассказываем, он живет вот там. Крест Христов в его жизни где-то вот там. Он его никогда не видит. Он смотрит и общается с людьми вот так. Вы понимаете? Где, скажите мне, где в этот момент крест Христа? Где он? Где? Его нет! Его нет! О, я верю Иисус там, на кресте. Он умер за мои грехи. Но между тобой и людьми этого креста нет. Его нет, его не существует. И знаете, какая самая главная задача? Почему Бог сказал прославлю и Бог говорит, я еще хочу тебя прославить. Задача, почему Иисуса поместили позорно на этот крест, смотрите, чтобы оттуда, за дворок жизни, он в жизни каждого, кто принимает Христа, теперь, с того мгновения, когда мы его принимаем, он стал между нами и между миром, в котором мы живем. Чтобы он стал между тобой и твоей женой, чтобы он стал между тобой и твоим мужем, чтобы он стал между тобой и правительством этой страны, чтобы он стал между тобой и врагами твоей жизни, чтобы он стал между тобой и самой жизнью, между суетой, между благословениями, между неудачами, чтобы этот крест, он был между тобой и вот этими, вы понимаете? Он должен быть, спасибо, Саша. Он должен находиться, он должен стоять. И если так не происходит, друзья, у нас проблема. Я записал себе, что мы видим сегодня, что видят сегодня многие верующие, к сожалению. Люди все время стремятся превозносить обстоятельства, свои нужды, других людей, самих себя, свои убеждения и так далее и тому подобное, выше значимости Христа, вы понимаете? Мы пытаемся, Христос, крест Христа сегодня, в обуви многих верующих, он как камушек, он муляет, он мешает. Поэтому мы пытаемся превознести все, чтобы этот крест задавить, чтобы задавить эту совесть, которую пытается Бог говорить с нами все время. Вы когда-нибудь обижали кого-нибудь, а после этого шли в тайную комнату, вы пробовали искренне там молиться? Да не можете вы молиться искренне, не надо рассказывать мне, точно не рассказывайте, что вы искренне молились. Вы не можете искренне молиться, потому что если вы искренне молитесь, то он вернет вас к этому кресту. И он скажет, а теперь смотри через мой крест на эти обстоятельства. смотри! Так почему же некоторые верующие, почему мы иногда говорим одно, верим в одно, а живем по-другому? Я хочу вам сказать, друзья, видите, там крест стоит в уголочке? Вот так иногда у нас, мы в своей жизни крест ставим в уголочек. Помните, это потрясающий по своей логике фильм, потрясающий фильм об украинской, кстати, украинской культуре, украинской душе. Вечера на хуторе Близди Каньки. Помните экранизацию, если кто смотрел, старый фильм? Помните, когда к ней пришли, к Солохе эти, пришли с теми, с кем она там гуляла, что она сделала? Шторки на иконках задвинула? Господь не видит. Так и мы. Неужели вы думаете, что от того, что ты поставил крест в сторону своей жизни или за свою жизнь, неужели ты думаешь, что однажды, когда ты захочешь приходить к нему, у тебя все будет в порядке? Нет. Послушайте, любое движение, любой путь, любая дорога, которая есть в нашей жизни с Богом, Бог ее проводит через крест. Это как лабиринт. Вы знаете, в лабиринте ты гуляешь, гуляешь, и возвращаешься на ту же самую точку. Ты гуляешь, гуляешь и возвращаешься на ту же самую точку. Я хочу вам сказать, друзья, некоторые люди говорят, все, крест уже, это все, это в прошлом уже, все, я живу теперь в свободе. Если ты хочешь действительно жить в свободе, свобода начинается каждое утро. Знаете, с чего? С креста. Каждое мгновение твоей жизни, каждый день, каждый час твоей жизни, он должен проходить через крест. Каждое решение, каждое, я не знаю, если хотите, каждое восприятие, оно должно проходить через крест. Знаете, ты делаешь жизни правильно или неправильно, что это? Вот как христианин. Все очень просто. Возьми, попробуй, поставь это вот так на свою ладошку, посмотри на крест, посмотри на эту ладошку, и потом ответь себе на вопрос, так что важнее? Просто посмотри, ответь себе на вопрос, что важнее? Все очень просто. Знаете, на анатомии брака мы учим одно из утверждений, там в разделе конфликты у нас есть урок такой, конфликты мы учим. Кто должен первым просить прощения в семье? Как вы думаете? Кто? Мужчина или женщина? Кто должен первым? Кто прав или кто не прав? Кто должен первым просить? Мужчина, да? Кто больше накосячил? Кто больше любит? Так, я вам открою секрет. Слушайте, просить прощения в семье, внимание, должен тот, кто ценит эту семью. Тот, кто ценит отношения. Вот и все. Так что я теперь терпила? Нет, ты не терпила, ты просто христианин. Терпила на кресте. Потерпевший на кресте. Но если ты сделаешь его прославленным в своей жизни, ты поймешь о том, что ты никакой не потерпевший, даже если ты просишь прощения тогда, когда ты прав. Ты никакой не потерпевший, ты прославленный. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Друзья, это не мои слова. Давайте прочитаем, что Иисус Христос говорит. Он висит на кресте. Смотрите, Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. А они в это время делили его одежды, бросая жребий. Возле креста он умирает, они сняли с него одежду, говорят, кому достанется этот хитон? Точно так же я хочу вам сказать, друзья, к сожалению, как дети малые, иногда ведем себя, мы верующие, мы христиане. Мы возле этого креста, но знаете, вот так вот. Как мужчина ищет борщ в холодильнике, знаешь? Знаете, да? Открывает, говорит, а там ничего нет. Как нет? Вот. Ой, а как ты его нашла? Так и мы. Мы иногда смотрим на мир, на жизнь вокруг нас. Мы видим все, кроме чего? Христа. На кресте. Мы не видим его. Мы не замечаем его. Мы не смотрим. Это знаете, как примерно из семейной жизни, чтобы вам было понятно, когда проходит 20 лет, и жена спрашивает у мужа, говорит, в чем я была на первом свидании? Говорит, ты знаешь, то, чего меньше всего я хотел видеть на первом свидании, как раз именно то, в чем ты была одета. По факту. И он не запоминает этого, он не хочет этого видеть, вы понимаете? Ему все равно на это, на самом деле. Он как бы не обращает на это внимание. Оно как бы есть, но его как бы не надо. Так, к сожалению, у многих верующих людей Христос как бы есть. Именно поэтому, друзья, я хочу не грешить, но грешу. Хочу жить нормально, но не живу. Знаете почему? Потому что мы забываем об этом кресте. Мы все время о нем забываем. Нам все время кажется, что это я такой, это я такой, это со мной несправедливо. Друзья, сказать вам, с кем несправедливо поступили? Сказать вам? С Христом. Библия говорит, что он был праведный и был распят за грехи людей, которые неправедны. Так с вами что, несправедливо поступили? О чем вы рассказываете? Смотри на будущее через крест Христа. Смотри на свою семью через крест Христа. Смотри на себя самого через крест Христа. Смотри на обстоятельства через крест Христа. Смотри на своих врагов через крест Христа. Нужно вообще себе, знаете, я бы сделал так очки, вот очки, нарисовал бы там крест, такую голограмму, визуализацию, и ходите, и смотрите. Я вам говорю, друзья, тогда ты не заедешь туда, куда не надо. Люди всегда ищут выгоду, выходы и решения, но настоящие Божьи решения приходят в нашу жизнь лишь тогда, когда мы на самом деле видим сначала Христа, прославленного Отцом на кресте, когда мы видим его цену, его муки, его страдания, его смирение, его любовь, а уже потом видим самих себя, врагов, обстоятельства, плюсы, минусы и так далее. Вот в этот момент, друзья, у нас все начинает меняться. Нужно, знаете, нужно переместить немножко, переместить свой взор, фокус переместить. Знаете, я сравниваю, если так сравнить, я бы сказал так, наверное, увидеть крест Христа, это все равно, что близорукому человеку одеть очки для дальнозоркости. Знаете, что он будет видеть вокруг себя? Ничего. Почему он ничего не видит? Это невозможно. Ты не можешь через такие очки что-то увидеть, вы понимаете? Просто ты ничего не увидишь. Точно так же человек, который смотрит на Христа, он не слепой. Он просто видит то, что самое главное в жизни. То, чего не видят другие. Он видит то, чего он сам не хотел, наверное, видеть. И забывал иногда видеть. Помните, Иисус говорит потрясающие слова. Говорит, если ты взял свой дар, и ты идешь к жертвеннику, но ты согрешил против брата. Говорит, что надо сделать? Говорит, оставь свой дар. Развернись. И иди, примирись с братом. Вы понимаете, друзья, что это абсурдно? А если кто-то украдет мой дар? А что это я туда шел, а обратно, а потом еще пойти? А он сам пускай придет. Ну, я подожду. Может быть, он сам придет. Говорит, нет, ты не понял. Смотрите, кого унижает здесь Христос? Он унижает того, против которого согрешили. И он говорит, ты должен идти. Почему? Потому что, друзья, когда Христос превознесенный и прославленный, это то, чего хотел Небесный Отец. Это то, зачем Он его поместил на крест. Когда прославленный Христос, друзья, мы ни о ком не можем в этот момент больше, и ни о чем больше в этот момент не можем и не должны думать. И это каждодневный выбор. Я хочу представить вам четыре простых решения, которые помогут вам в этом. Понимаете, почему я говорю, что, наверное, придется поменять ход служения? Это о прославлении, друзья. Это о прославлении, сто процентов. Кто-то скажет, прославление, это же там, когда мы хлопаем, там, поем. Слушайте, честно признаться, вообще мне все равно, какие песни поют в нашей церкви. Честно, мне вообще все равно. Быстрые, медленные, там, такие и такие. Мне вообще все равно. В этих песнях, друзья, важно твое сердце. Важно, кого ты видишь во время этой песни. Важно, с кем ты соприкасаешься во время прославления и поклонения. А если ты просто поешь, то, может быть, кому-то надо, там, не знаю, рюмка водки на столе, или что там, ну, или что там еще, там, ой, смреку. Может быть, и так надо кому-то. Но для меня, друзья, это другое. Итак, друзья, как в своей жизни, как в своей жизни сохранять, как сделать вот этот крест частью своей жизни? Первое. Превозноси Бога выше себя обстоятельств и так далее. Знаете, у нас есть проблема. Вы когда-нибудь сталкивались с таким... Знаете, откуда я знаю подлых людей? Что человек подлый. О чем говорит подлый человек? Знаете, он говорит о себе, об обстоятельствах, о проблемах. Что имеется в виду подлый для меня? Это человек всегда, всегда, он видит себя первым. Как вы думаете, когда у вас будет проблема, он прибежит к вам на помощь? Потому что у него есть он, его обстоятельства, его семья и так далее. Человек, который по-настоящему хочет в своей жизни видеть всегда крест, он вначале будет превозносить Бога выше. Он его видит вначале. Он спрашивает, чего ты хочешь, Господи? Ничего я хочу. Помните, Иисус молится в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки. Написано в 22 главе, что его капли пота были, как капли крови. И он говорит, Господи, если возможно, пусть минует меня чаша сия, но, впрочем, ничего я хочу, но чего хочет кто? Ты. То есть, кого Иисус превозносил в своей жизни в более всего? Кого он прославлял? Отца. То же самое, друзья, научись видеть Христа выше. Второй рецепт, простой очень. Всегда учись ставить между собой и чем-либо еще крест Христа. Взвешивать тяжесть, цену обстоятельств с ценой Христа Христова. Проблема в том, что очень часто мы думаем о том, ну, кто из вас, когда вас обидели, думает, прокручивает в своей голове раз за разом, как вас обижали? Кто из вас раз за разом находит новые детали, как вас обижали? Мы же об этом думаем. О чем мы не думаем в этот момент? О Христе. Да, они есть детали, да? Сто процентов. Знаете, если мы начнем рассматривать, вы знаете, что Иисусу дали 39 ударов. Каждый удар, который ему наносили, он наносился плеткой, на конце которой находилось 7, если не ошибаюсь, по-моему, 7 вот таких вот плетей, в каждую из которых будет вплетен шип, вот такой, шип. И каждый удар, 39 ударов умножьте на 7. А у кого хорошо с математикой? 39 на 7, сколько получится? Сколько? Да, не, больше ты что? О, 279. 279, друзья, слушайте, рваных, не резаных, не колотых, 279 рваных ран на теле. Теперь представьте себе, что ширина каждой раны примерно 1 сантиметр и поврежденной области. А теперь умножьте 279 на 1 сантиметр. Знаете, что вы получите? Все тело Христа было изорвано. Скажи, пастор, так зачем так детально рассуждать? А может быть, вместо того, чтобы детально рассуждать о том, как тебя обидели, посчитай вот эти детали, посмотри, как его тело было разорвано за то, чтобы ты мог простить. Знаете, почему мы делаем? Надо учиться, друзья, ставить между собой и видеть, учиться видеть детали не своей обиды. Не своей обиды. Знаете, кто-то один однажды сказал, говорит, женщины, они очень не злые. Они прощают, правда прощают, но очень редко забывают. Кто замечал в разговоре, спорить с женщиной, кто замечал, что иногда можно в ссоре, она может вспомнить до деталей разговор, который был 5-6-8 лет назад. Сказать, почему женщины внимательны к деталям. Они обращают внимание на детали на своей одежде. Они обращают внимание, у тебя сегодня новый маникюр. Знаете, у тебя сегодня прическа, другой какой-то запах у тебя. Они обращают внимание на детали. Это неплохо, это прекрасно. А давайте с такой же детальностью обращать внимание на крест. Вот с такой же детальностью давайте обращать внимание. Может быть, ты и позабудешь какие-то старые обиды. Может, ты не будешь их с собой носить и помнить, как с тобой поступили. Раз за разом. Пастор, вы знаете, как со мной поступили когда-то? Я не знаю, ну, как бы, можете рассказать, но я не запомню. Потому что я не хочу об этом запоминать. Мне другое немножко надо запоминать. Третий пункт, друзья. Третий пункт. Пусть крест Христа не будет промежуточной формальностью для твоего сердца, твоих суждений, твоей любви. К сожалению, у большинства из нас крест – это формальность. Формальность. Знаете, я помню, мы приехали к военному. Он говорит, я христианин. Так, знаете, долго копался там, достал, я христианин. Я ничего против не имею. Это прекрасно. Это прекрасно, если у тебя есть крест. Некоторые люди, знаете, чтобы никогда не потерять этот крест, знаете, что они делают? Они все татуировку набивают этого креста. Некоторые всю спину в этих крестах делают себе. По-разному люди страдают, чтобы не забыть об этом. Но я хочу вам сказать, если ты действительно хочешь правильно, просто пусть это не будет формальность. Пусть этот крест, он у тебя всегда будет. Вот прям перед тобой всегда. Знаете, что для этого надо делать? Об этом надо думать периодически. И четвертый пункт, друзья, очень простой и понятный. Учись прославлять Бога своей жизнью. Носи повсюду реальность прославленного на кресте Христа перед тобой. Знаете, почему в нашей церкви мы всегда были, делали, делаем и будем делать прославление и хвалу? Знаете, для чего? Чтобы когда мы выныриваем из этой недельной подводной Одиссеи, в суете и вот в этом всем там, в коматозе, чтобы когда ты выныриваешь, чтобы у тебя вначале ты вспомнил, навел резкость себе, навел фокус и посмотрел на креста, на крест Христа. Вот на это надо посмотреть. Я хочу заканчивать, прочитаю вам одно место из Библии, мы будем заканчивать, уже заканчиваем, будем молиться сейчас. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стихи. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, это уже за одну главу до распятия. Это последняя молитва в Гефсиманском саду уже. Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Видите, что он не был прославленным? Был. Он говорит, прославь. Второй стих. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело твое, которое ты получил, поручил мне исполнить. И ныне, смотрите, Иисус сам просит его. О чем он просит? Он просит его о этой табличке, которая будет висеть над ним. Он об этом просит его. Он говорит, и ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славу, которую имел у тебя прежде бытия мира. Христос прежде бытия мира, прежде создания мира, он был в славе. И на земле задача Бога была превознести Христа так, чтобы он оказался выше всего. Чтобы если какая молния была в тот день, чтобы она ударила в его крест. Чтобы если кто не увидел что-то, то он не увидел все, кроме Христа. Крестова. Креста Христова. Чтобы все увидели только этот крест. Я хочу вам сказать, друзья, на кресте Иисус Христос был прославлен. Для многих он был уничижен. Для многих он был умолен. Для многих он был презираемый. Но на самом деле, то, что сделал Бог, он его прославил. Послушайте, мы можем забыть, кто из вас помнит, в каком году было отменено крепостное право? Кто из вас помнит, как звали 1861? Кто из вас помнит, друзья, как звали второго или третьего князя Киевской Руси? Никто никогда из вас не вспомнит. Но знаете, чего не забудет никогда человечество? Сказать вам чего? Крест Иисуса Христа. Все человечество всегда будет об этом помнить. Благодаря тому, что Бог его на кресте что сделал? Прославил. Что сегодня нужно делать каждому христианину в своей жизни? Прославить. Поставь его выше. Не опускай свой взор ниже. Не опускайся до уровня этого мира. Не надо мстить за мстю, и мстя моя страшна. Не надо мстить. Оставь это в прошлом. И тогда, возможно, твоя жизнь чуточку будет полегче. Давайте склоним каждую голову. Сейчас есть о чем помолиться. Пастор Свет. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя. Мы величаем Тебя, Господь наш. Боже, мы сегодня так благодарны Тебе за то, что сейчас Ты здесь. Ты здесь. Господь, мы слышали сегодня Твую проповедь. Твою проповедь, Господь, о Твоем кресте. Боже, мы просим Тебя, не дай нам, никогда не дай нам, Господь, опуститься. Опустить наш взор, опустить взор нашего сердца ниже этого креста Христова. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, славлю Тебя, величаю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, который был на кресте. Аминь.